И продолжаем тему искусства. Сегодня на диване в нашей студии сразу два гостя, правда, с одной фамилией. Виктория и Антон Макарские. Виктория певица, Антон тоже певец и кроме этого актер театра и кино. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктория, я хочу сразу выяснить одну вещь. Начну с цитаты. В Москве у меня постоянно пропадал голос, даже пришлось делать операцию на голосовых связках, а в Израиле меня хоть ночью разбуди, спою как птица без всяких репетиций. Что так оно и есть? Так и есть. Расскажите мне, как вам в Израиле? Очень хорошо. Я всегда говорю, я, причем, знаете, московские журналисты, которые приезжали нас сюда снимать для обложек, они так меня ругали, говорят, ну что ж ты, ну что ж ты, что ж ты, значит, родина, что ж ты так валишь? Я говорю, ребят, понимаете, я никогда не вру, я говорю всегда правду, и политикой заниматься тоже не умею. Я вот говорю им, как есть. Я приехала в Израиль, я вышла в аэропорту Бангурен и сказала, вот вы как все как хотите, а я дома. И, собственно, вот с тех пор я приехала, честно, откровенно, я приехала на две недели. И осталось уже полтора года, я живу здесь. Антон, что значит вы как хотите, а я остаюсь, а ты как хочешь? А дело в том, что мои желания здесь совершенно не учитываются. В первую очередь учитывается то, где хорошо будет чувствовать наша дочь себя и моя жена. Раз. Раз. Два – это те условия, которые нам создает Господь Бог. Скажем так, потому что жизнь гораздо богаче на выдумки, нежели мы можем себе нафантазировать. Я даже не мог себе представить, что мы на долгое время где-то будем, скажем, в одном городе, в одной стране. Где бы то ни было, не говоря уже. Где бы то ни было. Но все равно, так или иначе, вот у меня происходят съемки. И вчера я вернулся из Питера. Через месяц я уеду, у меня будет 12 серий съемки в 12-серийном фильме. Каждый месяц отдельный город по Волге. И как жить с таким мужем? Как жить? Летаем с Машей к папе. Маша у нас странница, путешественница. Планируем гастроли, летаем с Машей на гастроли. Мы же сумасшедшие. Но на самом деле ты-то не домашняя жена. У вас сейчас достаточно плотный гастрольный график, насколько я понимаю. Расскажите, пожалуйста, про живые концерты. Несмотря ни на какой гастрольный график, я всегда была очень домашняя. И несмотря на то, что я говорю, говорит, ребят, где вы сейчас живете? Я говорю, дольше, чем в Израиле, мы не жили еще нигде. Потому что, имея квартиру в Москве, мы в Москве практически не бывали годами. Где-то полгода я сейчас не был дома, еще столько же не буду. Переодевались и улетали опять. В Питере был, в Киеве был, в Белоруссии буду. В Москве пока у меня планируется один день. Вы знаете, вот люди, которые приходят на концерты, вот все выходят, говорят, ребят, мы у вас как будто в гостях побывали, как будто мы у вас дома были. Вот так вот. А вот скажите, нету проблем вот так впускать в свою жизнь людей? Вы же не просто выходите, исполняете номера и уходите. Вы какие-то рассказываете сценки из жизни реальной. Мы импровизируем прямо в концерты. Твиттер, фейсбук на сцене, вы все о всем рассказываете. Кстати, нас нет нигде в социальных сетях. Прямо попали в точку. И вот это все, все, что люди хотят увидеть, абсолютнейшую правду, это все происходит на сцене. Я вам больше скажу. Все концерты разные. Люди, которые приезжают на наши концерты, они знают. Они приезжают в один город, это один концерт. Потом приезжают в другой город, совершенно другой концерт. Если мы с Антоном поссорились, мы выходим на сцену, и весь зал знает, что мы поссорились. А как же говорят, я профессионал, как только я выхожу на сцену, я все оставляю позади. Вот именно так. Потому что, нет, нет, что значит все оставляю позади? Мы оставляем позади. Я всегда говорю, что концерты для меня, это отдушина. Потому что там я могу быть самим собой. Я в кино, в театре, в мюзиклах, я играю образ. И чтобы не потерять себя и понимать, кто я. Вот как раз эти концерты для нас такой шанс. Давайте зрителям напомним тогда, давайте покажем несколько кусочков из концертов. Рай, обещаю, трай, твое пьятье. Дай мне надежду, о, мое проклятие. Обними меня за твичь, подари мне этот вечер. Пусть как мир он будет вечен, как луна. Я не могу не задать этот вопрос. Живые концерты, насколько они живые? У нас вообще никакого... Более чем живые, скажем так. У нас даже не было... Я ведь с 15 лет работала с Белорусским государственным оркестром под управлением Михаила Яковлевича Финберга. Какая может быть фонограмма? Высокий профессионализм не мешает многим исполнителям отказаться от живого исполнения. Нет, это если превращается в поток. У нас есть счастье не заниматься поточным ремеслом, а делать концерты и получать от этого колоссальную радость. У нас потрясающие музыканты и живые. Я вот всегда говорю на концертах, что живыми эти концерты называются не только потому, что никакой фонограммы в этих концертах не будет, но еще и потому, что очень живая атмосфера. Вот то, какими мы являемся, можно понять только в экстремальных условиях. В сам выход на сцену. А Еврик откуда пришел? Это уже экстремальные условия, но я еще очень часто обостряю эти предлагаемые обстоятельства, которые... Провокация. Я иду в зал, я вдруг нарываюсь на какие-то совершенно непредсказуемые вопросы или действия. Я специально провоцирую так, чтобы... Создаю инциденты. Да. Это очень интересно. Виктория, я бы хотела задать вопрос относительно иврита. Зачем иврит? Анила Мэдетт. Иврит. Ивру. Я занимаюсь сейчас ивритом. Дело в том, что когда я родила в Иерусалиме Машу, я поняла, что я беременность провела здесь. Я родила свою дочь здесь, ее родина. Я считаю себя просто обязанной выучить. Наша дочь родилась в Израиле, в Иерусалиме, в Святой Земле. Первую песню я посвятила ей, доченька. Сначала я спела песню ей. Причем засыпает она только. Вот я беру Машу на руки. И царимон от грехов. И все. И Маша засыпает уже. Буквально ко второму припеву она уже засыпает. И я очень люблю петь на иврите. Я считаю, что древние песни, а я беру только древние песни, очень старые песни, на идиш, на иврите. Я считаю, что им вообще аналогов нет. Или, может, они мне так подходят. Но я нигде в мире не нашла таких песен, как древние песни. Антон, а ты как к этому относишься? К викинему увлечению? Разделяешь ли ты его? Все-таки ты папа дочки, которая делала свою родину? Я туп к языкам. И именно поэтому я очень сильно страдаю в аэропорту. Потому что меня сразу заносят в графу, как бы это сказать, таких... Неблагонадежных. Неблагонадежных, да. Да, что вроде... Вы уже три года в Израиле. Слиха, алло, иврит, и все. Ну, тогда раз вы мне начали рассказывать что-то смешное, расскажите мне что-то запоминающееся, что с вами произошло в Израиле. Не обязательно даже что-то смешное. Сразу дочь. Сразу роды, как мы были в Царайшедах, мы рожали. Шарайцедах. Шарайцедах. Отлично подтвердил свою тему. Да, ну, понимаете, да, я не вру. В Шарайцедах, да, мы рожали... Как правильно еще раз? Рожали. Да, рожали. Я сейчас страшную вещь расскажу, я сейчас страшную вещь расскажу. Дело в том, что в Шарайцедах категорически запрещено находиться после семи часов мужчинам. Это религиозная больница. Да. Так получилось, что Антона переодели в медбрата. Я был в костюме медбрата. Я ждала историю про Керенского. И Антон был с нами. Ко мне несколько раз подходили, да, ну, в общем, я был так глухонемой медбратом. Глухонемой медбрат, да. Что-то пытались у меня узнать, спросить. Он везде был с ней, он ее не отпускал никуда, ни на прививки, ни на какие-то там укольчики. Я все ходил и делал сам. Он везде ходил с врачами, с медсестрами, с Машей. Два часа мы помоем, сделаем привычку. Что значит заберем? У меня нельзя туда? Нет, ну, можно, в принципе. Можно, пойдемте. Надо сказать, что все-таки это было согласовано с моей соседкой по палате. Ну, понятно, конечно. С израильтянкой, она очень религиозная, очень молодая. Согласно соучастники в таких странах. И она прямо так, ну, Антон пришел в таком, в камуфляже, и она подумала, что он военный. Антон был одет в камуфляж, но Антон, правда, он уже служил в армии. То есть он имеет право, да, так... И когда мы попросили, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, можно вот Антон... Она говорит, беседр, беседр, хорошо, хорошо. И она... Скажите, я хочу вернуться к живым концертам. Я вот сейчас наблюдаю динамику между вами. Кто больше кого давит на сцене? Или вы даете друг другу? Давит только один человек. Понимаете? Другой человек фонтанирует. Я когда выхожу... Я когда выхожу... То есть меня нужно все время гасить. Этим занимается Антон. Я являюсь тем самым фильтром, через который все равно прорывается все. Я не только на сцене и могу поговорить, потому что дома мне этого не дают. Слушайте, это ужасный скуп какой-то для желтой прессы. Антон Макарский гасит жену на сцене. Нет, но он деспот. Это правда. Он деспот. И вот все анекдоты про еврейского мужа. Знаете, как Антон рассказывал, как мальчик приходит домой, говорит, мама, мама, у нас в школе ставят спектакль. И мне дали роль еврейского мужа. Она говорит, сыночка, а что, со словами не было ролей? Знаете, вот это не про нашу семью. У нас все наоборот. Семья совершенно по-другому. У нас еврейский муж такой очень... Он у нас еврейский мам. Мы его называем еврейский мам. Ему еще дали это прозвище еще в роддоме. Машули, вот это все было на моих руках. Ну что ж, я вас поздравляю и с рождения Маши. Спасибо. И желаю вам быть отличными родителями. Я думаю, что весь потенциал у вас есть из того, что я слышала сейчас. И, конечно, удачи вам на концертах. Виктория и Антон Макарский, большое вам спасибо. Спасибо. Приходите. Мы вернемся после короткого перерыва. Оставайтесь на RTVI.